на 7 наидобрейшего привет привет даже не зрители подписка на логике на канале семена чемоданы с вами я славян темочка радюлька а мирошка еще спит ребятки мы вас сегодня приглашаем в новый выпуск который будет ну максимально интересный потому что мы сегодня отправимся в необычное путешествие которого с нами не было никогда сегодня выпуски будет куча всего интересного но самое важное мы сегодня посетим что мы посетим сегодня будет видео загружено с животными представляете мы сегодня туда поедем и на гейзер сходим давно хотели возможно посетим несколько бухт в тангале это городок куда мы приехали тоже пользуется популярностью в общем ребята обязательно поставьте лайкосик этому выпуску напишите комментарии если сделаете репост и социальные сети то это за это вообще огромное спасибо начинаем утро начну с того что хочу вам показать ребята где мы остановились прекрасное место называется отель раван смотрите мы живем в таком вот шале двухэтажном покажу на нем у нас просто такое шале у нас есть балкон плюс первый этаж вот тут вот уже буквально в 20 метрах океан вот тут у ребят значит получается 4 шале и отель то есть есть еще вот просто номера вот и можно заходить в номер шале само по себе очень прекрасно мирошка пока спит вот темка там насенку умывается в общем полный подробный обзор посмотрите в предыдущем выпуске а я пойду уберу машину парень говорит давай поменяемся местами начинаем мы с утра завтрака сегодня здесь по программе значит english breakfast английский завтрак вот поэтому сейчас отправляемся насенка уже идет мирошка вот проснулся а после завтрака уже непосредственно отправляемся до сафари-парка здесь вот видите такой бар ресторанчик собственно вчера-то в предыдущем видеоролике тоже показывал вот этот вода ножи много вот он наш стол пока здесь стоит пока стоят только чашечки вот сейчас мы сядем и нам начнут все выносить буду вам показывать так что нам вот выносят смотрите ананасики арбузики вот но хочу сказать что мы давно не начинали вот так утро что прям были вот фрукты вот тарелка я думаю что сейчас что-то еще здесь будет нам какие-то тосты однозначно полет английский завтрак в англию вот но посмотрим так кофе чай ну наверное здесь будет часть колета английская история так вот там соки принесли прикольная тема конечно вообще чтоб мы так жили каждый день нет ты в мою вот принесли нам яичницу у каждого получается по два яйца огромный помидор видимо жареный на гриле и 3 сосиски абсолютно всем даже мироченький дешину да будешь завтракать такие порции нам принесли огромное количество хлеба видимо сразу целый этот из пакета достали и поджарили кофе окей и кофе принесли значит джем масло а еще там что-то и все теперь это что можно завтракать вот принесли еще чай кофе йочек все приятного аппетита вот это мы конкретно объелись ребята а теперь мы не поедем сафари-парк будет поход туда покатимся едем просто как белые люди представляете вот так вот вместе вот дети там сзади залипли в мультике пришел тот возраст когда можно чуточку вот прям на чуть-чуть булки расслабить вот и вот так вот вместе посидеть а когда я открою винишко бокальчик просека короче навигатор опять нас привел вообще куда-то непонятно до коровки короче здесь корова буйволы ходят вообще явно не туристическое место вообще непонятно что это будем возвращаться да не бобры это еноты типа стране мы приехали сафари-парк который называется радио гамма вроде как по слухам это самый клевый парк потому что ты здесь можешь увидеть абсолютно всех животных припарковались здесь парковка парковка для басов сразу же есть табличка значит туалет как говорит сейчас на дорожку сходим и вот они собственно ticket каунтри кассы сейчас момент я так понимаю что вот это вот все это и есть парковка но сейчас вообще все пусто как вы могли заметить буквально 3-4 машины стоит и вообще все что такое ощущение что они сегодня вообще не работает хотя там чувак один нам уже помахал рукой грит сюда сюда идите 10 получается такой большой туалет и все что мне понравилось это есть огромное количество зон отдыха вот просто столиков видите где можно так вот посидеть лавочки это все дело в теньке есть раковины что тоже здорово что можно руки там помыть так далее то подобное парк пока нравится что будет дальше посмотрим да мирошка залетаем на территорию какие здесь серьезные ворота так вот что закрывается вас запирают и оставляют наедине со львами по ценам на март от 12 лет 15 баксов от 3 до 12 7 с половиной это что такое 12 вол 10 и вот еще счет опять бакса так надо разобраться увидите у них тут на кассе лежат билетики видите там цена 500 руб и это видимо цены для местных я думал мы уложимся в десять тысяч рублей в итоге нет пятнадцать тысяч рука нам обидуются билеты вот семь с половиной это взрослый и детский 15 долларов каждый взрослый единственное что я не по за то что мы дополнительно еще купили билет на джип эта стоимость 4500 а если едешь на автобусе то за каждого человека нужно заплатить по тысяче то есть получается нам гораздо санки нам гораздо выгоднее оплачивать джип ну то есть автобус нам выйдет 4500 и это общее да там еще по мимо нас будут люди а джип ты берешь индивидуально 4500 ну то есть как бы когда семья большая то есть проще снимать индивидуально чем кататься вот так единственное что я не понял прикола вот я купил билеты за 15 тысяч рупий но тебя сюда не пустят с этими билетами потому что нужно дополнительно еще купить либо джип либо автобус а почему они не могут сразу вшить автобусы по уполчанию короче вообще прикол но учитывая что с нами это впервые на самом деле я вам сейчас покажу на какой тачке мы будем передвигаться просто зебра мощная зебра внедорожник ху-ху смотрите вот это да вот такие вот решетки установлены надеюсь нас это не погрызут смотрите какая техника надеюсь мы выживем пацаны вы готовы выжить и рожка ты вот видите уже забурились туда а давай сфотографирую я теперь залезаю посмотрите как здесь хоп вот так вот на кресло давай вот мы такая роджимой теме вот эта техника так здесь походу же надо еще пристегиваться будет но это не точно либо это просто экскурсовод вай нас закрыли так с вами едет экскурсовод вот фух мы отправляемся в путь вот это дело полный индивидуальный джип прям я всегда рекомендую все-таки за индивидуальную тему чтобы насладиться пролежи беру ваша как тебе беру за ооооооо так controle samo Итак, такая сокрышкаust Я хочу ли energetous зоны Я что-то вижу! Мы заезжаем в Дайдзон, да. Первая зона, вот она. Африканский Лион Зон. Открываются ворота. Рось, давай поспокойнее, иначе эмоций будет много у тебя, и ты толком ничего не посмотришь. Мы заезжаем на сафари. Артём, на самом деле, у нас может закончиться здесь бензин. Что будем делать? Бежать за зеркалку. Родион, если у нас здесь закончится здесь бензин, что будем делать? Умирать? Умирать. Позитивный настрой на самом деле. Мироша. если у нас закончится бензин что будем делать спать будем так пока никого не видно и пока никого пока ничего один лев спит так еще ли смотрите теме смотри это время сна sleeping вывалил свое хозяйство здесь и нужно приезжать как можно раньше прям к открытию потому что сейчас у них время сна ну хоть так увидеть ничего себе прикольно а вот маленький левенок вот-вот-вот-вот-вот да да вот смотри чего вот короче это мать сидит вот это а вот это и дети смотрите к нам подъехали поближе к этому льву который спал ой красавчик повернул нас голову и дружок спи-спи-спи-спи-мой и не скажешь что лев да двигаемся дальше блин джипе конечно прикольно это на самом деле джип это дополнительный аттракцион куба ой да как их много оу парень и дать оу ничего не сигают с такой высоты вообще парень мы подъехали они сразу в деревься спрятались ну-ка говорит ну-ка говорит проваливайте отсюда быстренько да видимо предупредила горит прячемся не успел включить камеру короче там сидела кошка прям и не спит и такая глазами на нас палит ой возможно с подъедем я не знаю дороги здесь конечно вот так да не ну нас что понятное дело не вывезет да куда-то в общем нас везут еще видимо к этой кошки до походу дела до ой да смотрите вот она как ты близко что говорит вы смотрите все на меня и мы заезжаем во вторую зону как все разделено да серьезно прям такое ощущение что прям парки русского периода а вот если кататься на автобусе посмотрите весь автобус битком видела капец вот еще один едет автобус это же битком вау слушайте вау смотрите здесь прям круто короче детей вообще такие эмоции глядите зебра огромнейший страус еще кто-то маленький какой-то че ты косури или кто это вау родик садись скорее родик вот сюда садись вау это а а а моритин моритин бабу да смотри какой огромный бабу что там да да а а а вот это это индийский олень маленький большой белая лошадь зебры и страусы страусы здоровые посмотрите а вообще класс а а вот здесь вот ослы в нашей белые вот вот а какие у них длинные рога словно иголки из головы а это африканские миросик тона так осел проходит рядом мироза кто-то пока все пока ой мироши какие эмоции вообще невероятного так проезжаем дальше то свидание мы короче нарушаем свидание с учетом ослиное свидание ну да 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 это это ни разу ни разу не дагестанские ослы я еду вон лежит смотри сорите смотрите родики дискере смотри гиппопотамы там вон в воде лежит смотри в воде вон торчит бегемот да 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 видите торчит обалденно блин давай выйди блин жаль что он это воде лежит да смотрите африканские пумбы бегают вон он бежит африканские пумбы бегают в воде и ротик такой типа ай как же жалко что не увижу и вот он блин у тебя память закончилась смотри смотри он челюсть открывает родник маленький это детенок это бэбик маленький бэбик мальчик гиппопотамы смотри 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 кикалки у него кайф а вон лежит как-то африканский кто-то там не помню кабаны как-то буйволы у них рога короче сюда картинку вставлю как они выглядят камера не дострелит сюда здесь много бэмбики вон пумба бегает это лангийские олени павлинчик и вон еще не так подъехали мы опять к страусам а че перец то нету пощипали его короче походу морисы в зону тигров заезжаем короче на меня тут наезжают плюс в том то что звери сейчас отдыхают заключается в том то что ты чувствуешь себя безопасно то есть никто не прыгает тебе на машину и это конечно хорошо где же тигры не знаю глазами стреляйте по сторонам смотрите ищем животных мы нашли мы нашли и он не спит аааа жарко тебе аааа дружок дружочек смотрите какой красивый вааа вааа ваа ваа дааа ой какие же они красивые а у нас же тигры такие красивые дааа так едем дальше искать следующего животного ой все пока пока да проводил нас языком говорит я бы вас съел но мы в клетке мы проехали и чувак ему в стекло стучит ааааа вон лежит смотрите вон я в воде лежит а а не видно грязный в грязи лежит ааааа видите да грязенющий хаа ааа вллин как он его разглядел ааа Тигр не спит, он ходит в кустах. Ааа, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ааа, мечется, мечется, мечется. Лечь хочет. Ууу! Эй, тига, хватит мою руку! Родик, ты чё? Ой, красавчик, ай. Вот как шляпка ходит, туда-сюда, 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 туда-сюда. Мы заехали в зону африканских слонов. Они отличаются вроде от местных, потому что у них есть огромные бивни. Мы уже одного видели тоже? Да-да, вон слоны, да, вроде вам всё правильное. Вон они. Да, вон, это я, Митю. Да, ты глазастый, молодец. Я думаю, что это там, но она и правда, что там, слон какой-то. Вон они, вон они. Вон они, да, сынок. А у них почему-то я пока же бивни вообще не вижу. Я тоже бивни не вижу пока. Ну, а может, они куда-то идти, чё они вас не знаю? А что за них еще глаза ходят? А, ну с ними вот это. Бимба-бимба, пятнистая. Папа, у них нет бивни. Пятнистая олень. Папа, у них нет бивни. Ага. У них нет бивни. Ну, у них нет. Да, мы все слоны. Ух, никто теплый. Кушают. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять слонов. Уже у нас слонов. У меня даже бивни нет. Смотрите, как он дерево тянет, пытается листья сорвать. Говорят, что у них там огромное количество мышц в носу, и они там могут все, что угодно делать этим носом. Какие они милые. Посмотрите на их глаза. Вот они, ну, я прям помню слона в московском зоопарке. И здесь. Ой, вообще красавчики. Кто это, не знает, типа буйволов, что ли? А, шереланкийские буйволы. Видите? На водопой пришли. О, еще слоны. Смотрите, он идет прямо к нам. Ой-ой-ой. 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 Да, да. Ой-ой-ой. Смотрите. Ой-ой-ой. Привет. Привет, дружок. Привет, дружок. Тихо, дихо, 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 дихо. О, ху-у-у. Смотри. Он с маленькими, он бивнами. Родик успел потрогать, да? Угу. Молодец. Ой, он с маленькими бивнами. Деруда. 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 Вот он, вот он обошел. У них у всех маленькие. Маленькие бивни, да? Деруда. Эй. Эй. Слон. Слончик. Он как милый, дашь, дай, какой не бесённый. Эй. не маленький у него на макушке ой красавец какой а поближе поближе подъезжаем эй привет мы трогаем слона ой ой привет привет друг сотри какой ой 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 сотри какой кайф ты малыш и этого нам так рад вау привет мирошка как тебе вот это да слон прям подошел на вплотную мы его погладили и все и пошел обосрался опасался можно дальше двигаться красавчик все мы приехали блин максимально круто конечно дали чувакам бакшиш это зависть когда происходит они просто подходят играть и по мане давай ну ты им даешь и вы вот можно погулять здесь короче можно так а вон еще куда-то можно сходить вон там сходить да здесь есть детская зона ну пойдем туда пройдемся или чо или поедем вон еще есть лошади слоны то есть можно здесь еще походить вот так вот просто погулять то есть как короче смотрите как я по это можешь просто откупить билеты просто вот походить а если ты хочешь покататься прям по самому парку по сафари вот как мы докатались что можно взять автобуса можно взять джип вот в общем вот так история ну пойдем сходим посмотрим такс ой туда вон можно сходить погулять ну наша основная цель конечно было это вот покататься и посмотреть на животных но были приятно удивлены то что мы увидели бегемотов и здорово право на воде дойдя миросик и маленького детеныша это конечно еще прикольно очень жарко вообще а здесь наверное это туалет и вот куда мы шли за моей спиной да это собственно вход в зоопарк он стоит дополнительно денег тому 250 250 200 смотря на кого ты хочешь посмотреть но нам это не надо все что хотели все увидели я короче прикиньте опять просыхать от бензин никак не могу к ней привыкнуть она как-то жрет вообще непонятно и смысл в том что мы сейчас заводили ее на этом на парковке она еле завелась долго очень долго заводилась надеюсь доедем до заправки вот еду и думаю в чем суть гибрида получается у меня горит лампочка полная батарея и вот если закончится топливо что будет тогда я поеду на батарейке или я встану кто в курсе может у кого то есть такие машины гибридные в чем вообще прикол вот этого потому что судя по расходу жрет она вообще как танк до заправки доскочили единственное по пути было еще три заправки были все закрыты вот на этой стоим ждем видимо из-за того что те закрыты здесь очередь большая даю ему этих 2000 рупий он заливает лампочка опять моргает обучение короче что не залили туда чувака подходит но и типа администратора наверное где-то типа чё на 2000 и 4 литра залил говорит поэтому так мало в общем залили еще на 3 и даже пол бака нету но до дома доехать хоть на обед мы приехали в тангале по рекомендации в одно заведение сейчас посмотрим там чё по ценам родик выходи пожалуйста вон соки вообще по 300 это прям ништяк это что-то коктейли а это брэкфасты национальный завтрак вот такой может ходить коппер с долгами яйца так омлеты рис вот неплохо крутое меню сейчас будем заказывать мы заказали супы 5 супов 3 куриных 12 морских заказали еще лапшу какую-то и заказали всем сейчас будут выносить как обычно традиционно буду показывать потом за финалем ценами потом мы поедем до отеля это вам немножко план да мы там значит переоденемся возьмем купалки отправимся в бухты что еще дизель зоопарк такой мироша аккуратно бухты что-то говорит ему иди сюда иди сюда иди сюда нам соки принесли на самом деле в такую жару а на минуточку у нас плюс 34 я не могу вам не показывать правда приезжайте на шри-ланку опивайтесь соками родник себе заказал банановых нас но деткам принесли чекен суп вот так выглядит все по-домашнему видали как много мяса да правильно лимончик туда давай точнее лаймик так вот мы не дома заехали немножко передохнуть и поедем съездим в бухты очень хотим покупаться а пока давайте посмотрим вообще как все это дело выглядит с высоты а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 надеюсь нет нет со мной не надо надеюсь мне не влетит и надеюсь никакая змея меня не укусит здесь на самом деле непонятно как спускаться оба 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 океан при ой как тут красиво смотрите как расколачиваются волны вау какое испарение идет ну океан сегодня показывает всю свою мощь а вон там пляж какой красивый тоже а это красота ну ладно едем едем дальше как говорится мы проехали буквально да даже меньше 100 метров и остановились залипли на косу смотрите как здесь красиво он туда коса уходит в море на ней даже трава растет ну пойдемте здесь заброшенные какие-то здания может быть когда-то здесь что-то было он ведь как все выглядит по ходу кафе типа бар эти слева тоже самое и у них были вот такие вот прекрасные выходы к океану ну я не знаю после цунами не после цунами но сам факт того то что вот сейчас здесь вот так но мне очень соблазняет это косой что там трава и на этой косе если вы видите стоит храм маленький маленький храм а здесь строится видишь это видимо будут какие-то номера частная территория короче мы сейчас от лазим я даже не пойму как пройти ну да 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 мы там ай ну да есть тут по камням шагать упала пальма блин круто вообще прибыли мы еще в одну бухту называется гуям бока бич надеюсь я правильно сказал правда мы очень долго искали подъезд в итоге кое-как что-то нашли идем здесь вот байки припарковано мы там на дороге бросили машину блин волны сегодня конкретный пацаны походу кубка вообще отменяется вау ну вот мы идем на самом деле я уже вижу насколько океан просто сегодня сумасшедший горит нет никакой кубки не будет вау что может быть прекрасней вот океан морюшка горы да нетем сегодня очень ветрено вообще класс ну бухта крутая бесспорно вообще парить как здесь прикольно но опять-таки волны волны еще раз волны есть собачки беседки рыбацкие лодки здесь вот и ребята ловят рыбу прямо на удочке крабиков огромное количество ой как с картинки слушай дальше кайф здесь очень прикольная локация здесь и фотки можно сделать достаточно интересные посмотрите но почему-то кафешки все закрыты ребята приехали на тук-туки вот эти по серфить непонятно или серфить о детский бассейн вообще просто вот можно прям сюда хлопцы детвору покупать на вот видите вода заходит вон там купаются пойдемте-ка туда на пляж мнение вон туда пойдем смотреть пойдем час на соседнюю сходим так а мы пойдем вот здесь главное не забыть где мы машину оставили смотрите-ка здесь еще прикольно у волны вон где кубка вот она вон где все купаются и детишки на кругах все я план куда мы не пошли тебя валем ну какова красота вы только поглядите а как же красиво все смотрится оба здесь можно сразу в кафе щеки купить кокос о как я и год так у сейчас короче он завести кстати классно то что солнце туда уходит на закат и здесь получается вот пожалуйста есть природный тенек может даже лежак не брать ой какие волны вот дети рады дети рады что вы вернулись на океан ну конечно а как еще-то ой пойдемте скорее как всегда теплющий родик рядом со мной здесь сильные волны иди сюда и ты слышишь что я говорю только здесь прям все они заходить услышьте меня я про что и говорю родик родион волны вообще конкретный там конечно люди заходят все дальше дальше но это очень опасно не дай бог тягун плюс подводные здесь истечения ой-ой-ой страшная тема но мы с вами идем вот это да просто смыло Океан любимый наш Горица не трамвайка Еще Вот идут серьезные Сломались Смотрите там что люди творят Ой, 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 ой Ой, 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 ой Значит там очень мелко Амирошка отвык Просто убегает от волн Унесло Вообще я прям от выга Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я очень надеюсь, что вам понравились эти кадры Эти бухты, слушайте Ветер такой силы, что я кое-как его вернул домой Ветер его просто останавливает И я долетел уже просто на эстنном заряде В 8% Представляете Он уже пищит Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Я, короче, его сажаю Прям в руку его ловлю Переворачиваю И такие Вот это дела Рубрика Бедные наши дети Ой, Мирошка-то вообще. Ой, кто за взгляд был? Нам так прикольно принесли и зеленый, и оранжевый. Вот говорят, что зеленый вообще вкуснецкий. Как вам, банда? Время на ней. Накайфовались как следует. Слушайте, вообще уже там закат, а мы сейчас возвращаемся уже в свое халее. Я не знаю, океан. Вот мы так сильно на самом деле устали, пока ездили по острову. Вот поплавали сейчас, не знаю, часок, наверное. Океан забирает всю усталость. Осталось только просто так вот спать, плюхнуться и прям оооо. Мы решили, что за ужином надо не идти, за ужином надо съездить. Поехали. А приехали мы в пиццахат. Мы здесь уже брали, в смысле на Шри-Ланке мы брали здесь пиццу. И знаете, она здесь вкусная. Готовят классно. Ооо, здесь вон интерьер даже прикольный очень. Сейчас будем заказывать. Возьмем точно сырную. Точно, одна, одна. Та большую. Чицы. Здесь пиццахат в этом городе, в Тангале, прям очень, очень хороший. Может быть он новый, и само здание, и лужайка перед пиццерией, и туалеты, и умывальники, и столы, и приборы. Все вообще прям, ну смотрится прям классно, молодцы. Мы дома, ребятки, все. На этом будем закруглять наш видеоролик. Такое у нас сегодня очень крутое путешествие получилось. Как вам? Пишите в комментариях. Не забывайте, что все самые важные и нужные ссылки для путешествий также есть в описании. Ставьте лайки, если не поставили в самом начале. Буду с вами прощаться. Увидимся с вами в новом видеоролике и в новом путешествии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok